Я уже устал с вами бороться. Вызываем родителей в школу и будем решать тогда с ними этот вопрос. У меня сегодня звонили уже маме и она придет. Ну вот придет и со мной будет разговаривать. С самого утра приходится отчитывать нерадивых старшеклассников за сорванный урок. Герман Алексеев, директор лицея гуманитарных наук, очень молод. Еще вчера сам сидел за партой. На такой ответственной должности временно, по случаю дня самоуправления. Все как и всегда, только наоборот. Вместо поваров, уборщиц, охранников и всего педагогического состава – школьники, а вместо школьников – учителя. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь? Я делаю булочки. А почему ты делаешь булочки? Ну, потому что у нас сегодня день самоуправления, вот, и я сегодня повар. Работа кипит. У новоиспеченных поваров много дел. Нужно накормить всю школу. Только сейчас они понимают, какая это большая ответственность – работа с детьми, особенно с непослушными. Еще вчера этот двоечник был строгим заучим. В 10-м А – урок английского. Настя долго готовилась к роли учителя, придумала интересную тему – мода. Но это оказалось не самым сложным в работе преподавателя. Хулиганы срывают все планы, опаздывают и никак не хотят слушаться. Выход один – к директору. Уважаемый директор, мне 10-й мастер, 2-й от урок. Примите меры, пожалуйста. Теперь Настя понимает – быть учителем не так-то просто, несмотря на то, что английский она знает в совершенстве. Говорит, главное, что изменится в ее школьной жизни после дня самоуправления – отношение к учителям. Я так думаю, я буду относиться к ним с большим пониманием и уважением, так как мне показалось, что все-таки сложно привлечь внимание класса к себе, даже если выбрать такую интересную тему, как моду. И я так думаю, теперь у меня будет совершенно иное отношение к учителям. Горно не болит? Немного. Откроете рот? А-а-а. Измеряют давление, дают обезболивающее и сами принимают решение – отпустить домой или остаться. Несмотря на трудности, ученикам такая рокировка по душе. Мало того, это весело, так еще и взаимопонимание с преподавателями способствует. А те, в свою очередь, отмечают положительные изменения в поведении учеников. Чувствовать себя в роли взрослых – это очень полезно, потому что ребята сразу понимают, насколько это все непросто – быть взрослым. Преподаватели признаются, через какое-то время школьники забывают о полученном обыте и снова начинают хулиганить. Все возвращается на свои места. Поэтому день самоуправления в Лицее гуманитарных наук – ежегодная традиция, чтобы дети посмотрели на себя со стороны и сделали выводы. А еще не торопились взрослеть раньше времени. Теперь они знают, что свобода и самостоятельность всегда сопровождаются большой ответственностью.